Каждый новый выход игры от Rockstar — это праздник. Ну, за исключением недавно вышедших ремастеров, здесь всё вышло не так однозначно. Однако последний на данный момент крупный проект рок-звёзд, Red Dead Redemption 2, вызвал небывалый фурор среди игрового комьюнити. Да что там говорить, хайп был настолько велик, что даже мои знакомые, которые были далеки от мира видеоигр, так или иначе слышали, что грядёт нечто масштабное, крышесносное и революционное. Словосочетание Red Dead Redemption было у всех на слуху. Поэтому, когда игра вышла, из каждого угла, из каждой щели доносились то одобрительные возгласы, то невнятные попытки осквернить игру. Но абсолютно все сошлись в одном — RDR 2 — это технический шедевр. Поэтому, когда анонсировали онлайн-режим, вопросы были к чему угодно. Как они реализуют онлайн по типу GTA V? RDR же очень медленная, в ней нет и доли того драйва. Что мы будем делать в огромной пустой локации? Добавит ли крупную сюжетную линию, чтобы проходить её с друзьями или ограничиться Deathmatch'ами? Ни у кого не было сомнений в техническом исполнении онлайн-версии RDR. А зря. Ведь что мы получили на релизе? Правильно. Ничего. ХОРОШЕГО! Располагайтесь поудобнее в седле. Вы на канале IGM и вас ждёт экскурс по Дикому Западу в рамках рубрики «Работа над ошибками». Думаю, ни для кого не секрет, что разработка RDR 2 заняла у студии огромное количество времени, денег и прочих всевозможных ресурсов. Почти две тысячи человек по всему свету на протяжении семи лет трудились над сиквелом. Портирование GTA V на тогда ещё новое поколение консолей позволило разработчикам пощупать архитектуру и понять, на что они могут рассчитывать при дальнейшей разработке. А рассчитывать было на что. В десять раз увеличили количество уникальных анимаций, модернизировав физический движок Euphoria. Основательно переработали искусственный интеллект, сделали глобальное освещение, которое в корне изменяет картинку в игре. Две тысячи страниц сценария только основной сюжетной линии. Около семисот актёров озвучки из сотни часов кранча. Такой ценой Rockstar'ам далась самая красивая и технически выверенная игра на сегодняшний день. А если учитывать, что над онлайн-версией работяги трудились параллельно основной, то можно подумать, и с ней никаких проблем с точки зрения технической реализации быть не должно. Вот тут и начинается самое интересное. Давайте по порядку. Все знают, насколько Rockstar'ы не любят ПК-игроков. Они их терпеть не могут и всячески над ними насмехаются. Не верите? Окей, начнём хотя бы с того, что каждый их релиз изначально выходит только на консолях. А на ПК, если добирается, то с неприличным опозданием. Ну да ладно, все основные части той же GTA, что были портированы на платформу ПК Бояр, на выходе были играбельными, с минимальным количеством багов, приемлемой производительностью и в целом нормальной оптимизацией. За исключением разве что GTA 4 и онлайн-версии GTA 5. Там справедливости ради проблемы были на всех платформах. Как говорится... Я всё это хаваю, у меня нет выбора. Но когда онлайн-режим Red Dead Redemption вышел на персональные компьютеры, у меня не осталось никаких сомнений в том, что рок-звёзды пренебрегают пользователями этой платформы, причём уже в открытую, но об этом позже. Весной 2019-го, как счастливый обладатель PlayStation 4 Slim, я приобретаю RDR 2 и на десятки часов исчезаю в мире Дикого Запада. Первое, что меня покоряет, это даже не масштаб и не графика, а внимание к мелочам. При виде того, как снежные хлопья накапливаются на одежде героя, как прекрасно отрисованные лошади оставляют следы от копыт на земле, как Артур морщится от бури, как его быстрый шаг сменяется на медленный и неуклюжий, когда он пытается пройти через сугроб, челюсть просто отваливалась. Дальнейшее впечатление от игры лишь усиливалось в положительном ключе, несмотря на то, что у неё есть свои нюансы и проблемы. К нюансам можно отнести её неторопливость и медитативность в геймплее. А проблемами для многих выступили порой уж очень медленное повествование и большие пустынные локации, по которым игроку обязательно придётся скакать от одной точки к другой. Спустя, наверное, шестой десяток часов игры, когда от сюжетной части я получил всё, что хотел, руки добрались до онлайна. Горький опыт GTA Online даже не оставлял никаких надежд увидеть в мультиплеерном режиме RDR что-то действительно стоящее и интересное. Но, на удивление, почти все болячки, которые были у той же GTA Online на старте, обошли стороной RD Online. Мне довелось по случайному стечению обстоятельств попасть именно на начало запуска мультиплеерного режима. Сейчас речь идёт не про бета-версию, и никаких вылетов, багов или просадок FPS обнаружено не было. Проблемы начали выплывать уже по мере прохождения. То, что персонаж опять немой и в любых кат-сценах выглядел как умственно отсталый, пусть и не красил игру, но давно не мозолило ни глаза, ни уши. Даже внешний вид героя, в моём случае героини, получилось сделать более-менее сносным. Ну а это всё лирика. Что там с геймплеем? А в нём особого разнообразия не было. Вот начинается сюжетная линия, в которой нас освобождают из-под стражи в обмен на Вендетту. Сразу скажу, поначалу, что завязка всей истории, что диалоги меркли на фоне сценария одиночной игры. Однако, чем дальше продвигался по этому сюжету, тем становилось интереснее наблюдать за происходящим. Но чудо в конце всё равно не произойдёт, персонажей глубоко раскрывать не будут, да и кому это нужно, казалось бы, это же онлайн. И вот сюжетные задания из линейки «Земля возможностей» все пройдены. Чем же заняться сейчас? Можно отправиться в Deathmatch в режиме «Каждый сам за себя», где я ловил одну маслину за другой. В целом, людям с руками растущими не из жопы этот режим может и пойти по вкусу, но ненадолго это явно. Для рукожопов вроде меня есть более щадящая версия этого ПВП, только уже с командами. Там уже есть время на манёвры или просто перевести дух, не боясь словить перо под ребро в самый неподходящий момент. Как же обойтись без королевской битвы? И здесь она выполнена максимально странно. На огромной карте, зона которой сужается очень незначительно, нужно было умудриться найти врага, так ещё и убить его либо одним, только луком, либо метательным оружием. В перестрелках из серии «Оружие победы» игрок получает на руки комплект оружия. Из-за убийства каждым из них он будет получать разное количество очков. Чем сложнее убить из оружия, тем выше награда. На мой взгляд, один из самых интересных режимов, который мне очень сильно напоминает гонку вооружений из CS GO, где в конце надо было убить врага золотым ножом. Классический режим захвата территорий, где жизненно необходимо работать в команде, слаженно, в моём случае не работал от слова совсем. Кто-то честно пытается захватывать и удерживать точки, кто-то в погоне за фрагами забывает об этой цели в принципе, а некоторых из тиммейтов я за весь раунд и близко не увидел. В общем, каша. Можно ли получить удовольствие от этих режимов? Скорее, да, чем нет. На первых парах всё это будет казаться в новинку, несмотря на то, что ничего нового в них нет, только изменённый сеттинг. Но чем больше я играл, тем лучше видел проблемы. Во-первых, это сугубо личное мнение, но любой из этих режимов очень быстро надоедает. Во-вторых, чтобы хоть как-то разнообразить игровой процесс, нужно либо купить новое снаряжение, либо приобрести карты способностей. И тут мы переходим к главной проблеме — платят в онлайне сущие копейки. Причём неважно, это сюжетный миссий или PvP-режим, заработать доллары, чтобы элементарно прокормить себя, свою лошадь и купить горстку патронов — это уже целый квест. А ведь здесь есть ещё премиальная валюта — слитки золота. Чтобы нафармить хотя бы один слиток, нужно было два часа беспрерывно участвовать в больших сериях противоборств. Почему больших? Да потому что они длятся, как правило, относительно долго, а фарм зависел не от набранных очков, а тупо от времени, проведённом в матче. Поэтому участвовать в каком-нибудь быстротечном береге оружия ради фарма золотых слитков — занятие батовое. Возможно, вопрос с денежным вознаграждением не стоял бы так остро, если бы не цены в магазинах, которые взлетели до небес. Стоимость на оружие в одиночной игре в онлайн-режиме могла отличаться на сотни долларов, и это касалось всего. Одежда, припасы, провиант, более того, большинство предметов, даже элементарных типа бинокля, были заблокированы для игроков, не достигших определённого уровня. Эта же проблема настигла карты способностей, которые в бою могли неплохо так подсовить. Например, Point in Black прибавляет баф для меткого глаза. Или карта, которая буквально спасает тебя от хедшота, ведь весь удар на себя возьмёт шляпа, как бы это глупо не звучало. Конечно, помимо сюжетных заданий и ПВП-баталий, есть и другие занятия, которые сулят деньгами. Рандомные миссии, которые игроку выдают NPC на дороге или местный шрифт. Типа сопровождение дилижанса, поймать преступника или довести незнакомку до дома. Охоту также никто не отменял. Если постараться валить дичь, аккуратно не задевая шкуру, то её цена будет куда выше. Или искать заветный клад по карте сокровищ. Правда, выдают её только за каждый пятый повышенный уровень. Однако проблему со сломанной экономикой это не решит. На рандомных событиях вы с одинаковой долей вероятности можете как поднять деньжат, так и словить пулю. А охота довольно затратное, муторное и опасное дело, по окончанию которого вы также можете остаться ни с чем. Что мы имеем по итогу? Очень скудное количество контента. Сюжетные задания растягивают геймплей максимум на 4 часа. ПВП-режимы вроде как спасают, но их однообразие также утомляет. Игрокам приходится развлекать себя самим. Ведь игра с этим уже явно не справляется. Добавьте сюда ещё полностью сломанную экономику, и желание возвращаться в мультиплеер почти полностью исчезнет. В течение последующих месяцев рокстары выпускают мелкие обновления, чтобы хоть как-то оправдать томительные ожидания фанатов. В основном они касались технических ошибок, точнее их исправлений. Но были добавлены и новые режимы, типа охота на диких зверей, в котором игроку нужно соревноваться с другими охотниками. И тот, кто выбьет как можно больше крупной дичи, побеждает. События свободного режима тоже обновили. Железнодорожный барон предлагал захватить вагон на поезде и удерживать его как можно дольше. Также постепенно добавляли новые предметы, предлагали скидки, чтобы хоть как-то сгладить вину за ужасный дисбаланс в экономике. Такого рода обновления выходили вплоть до осени 2019 года. Тогда вышло первое крупное дополнение «Промыслы на фронтире». И вроде бы все так круто. В игру добавили целых три роли, каждая со своими уникальными способностями и заданиями. Естественно, появилось новое оружие, даже скины на него, одежда, целые костюмы, причем у каждой роли определенные. Итак, у нас есть роль охотника за головами, нетрудно догадаться, чем вам предстоит заняться, примерив на себя эту шкуру. Если ловить преступников вам не особо хочется, а душа больше лежит коллекционированию, то и эту роль рокстары любезно предоставили. Также можно попробовать себя в роли торговца, открыв небольшое предприятие. Я уже предвкушал, как надеваю стильный черный плащ, отправляясь ловить преступников, но тут приходит известие о том, что, чтобы начать любую из вышеперечисленных ролей, нужно всего-то 15 золотых слитков. Не понял сейчас, блядь. Где достать эти 15 слитков? Ах да, днями напролет прожигать свою жизнь, тратя ее на однотипные ПВП-сражения, чтобы хоть как-то нафармить голду. Получается та же самая ситуация, как с GTA Online. Мы вам выпускаем обновления бесплатно, но поиграть вы в них сможете, пока не потратите баснословные деньги, чтобы купить все необходимое. Не хотите фармить валюту? Ничего страшного, задонатьте, и все у вас будет в шоколаде. Когда лицензия будет на руках, вам остается лишь периодически проверять плакаты с преступниками и отправляться на их поимку. Тут есть пара нюансов. Чтоб тебе заплатили полную цену, доставь преступника живым. А чтобы получить максимальное количество денег и золота, нужно принести цель шерифу в последние секунды таймера. Я ведь упомянул, что время будет ограничено? Если на первых порах я получил хоть какие-то значительные суммы, то при повторном прохождении оплата оказывалась настолько мизерной, что она еле окупала затраты на патроны, провианты и тоники. Примерно та же история повторялась и с остальными двумя ролями. Чтобы начать путь коллекционера, нужно найти мадам Назар, чье местоположение менялось ежедневно и купить у нее сумку у коллекционера. А для старта карьеры в торговле достаточно просто купить стол мясника у Крипса. Примечательно, что владельцы PlayStation могли получить эту роль абсолютно бесплатно. На этот раз любители Microsoft опять в стороне. В дальнейшие месяцы Rockstar'ы выпускали так называемых легендарных преступников. Каждый из них имел свою особенность. Например, разыскиваемый под именем Волк скрывался в довольно суровых окрестностях озера Исабелла. И чтобы схватить ублюдка живым, нужно было, во-первых, не замерзнуть насмерть и одеться потеплее, во-вторых, не дать сожрать себя волкам, в-третьих, не дать гризли убить нашу цель. В общем, хлопот с этими легендарными преступниками хватало, благо платили чуть больше, чем обычно. Потом случилось то, что очень сильно пошатнуло репутацию рок-звезд. Долгожданная Red Dead Redemption 2 вышла на ПК. Купив Red Dead Redemption 2 уже на второй, более мощной платформе, я предвкушал, как залечу в онлайн, но уже с друзьями, наслаждаясь такой же красивой графикой, а теперь еще и со стабильными 60 FPS. В онлайн-то я залетел, да и с друзьями было веселее, чем одному. Но вот увидев графику, мне как-то поплохело. Ужасно здесь было все. Текстуры, освещение, тисселяция. А сглаживание? Ох уж это блядское сглаживание ТА, которое превращало в кашу абсолютно любого персонажа в движение. При всей этой вакханалии фреймрейт тихо откисал в сторонке, показывая что-то между 40 и 50 кадрами в секунду, периодически падая до 30. Для справки скажу, что железо в компьютере стояло куда мощнее, чем в слимке пятилетней давности. Отчего мое недоумение происходящим увеличивалось в геометрической прогрессии. Покрутив ползунки в настройках графики, я кое-как стабилизировал ситуацию с фреймрейтом, но картинка все не преображалась. Конечно, после этих махинаций она перестала смахивать на GTA 4 в ковбойском сеттинге, но до уровня консолей графика и подавно не дотягивала. Убедившись, что у друзей аналогичная ситуация, а интернет заполонили новости о том, насколько дерьмово оптимизированная RDR вышла на ПК, я почувствовал, как меня кинули. Кинула компания, чьи игры я покупаю на нескольких платформах. ПК-юзеры ждали релиз игры целый год, пока пользователи консолей уже вовсю наслаждались нашумевшей новинкой. А когда ПК-бояре все-таки дождались выхода игры на свою платформу, то не смогли даже нормально в нее поиграть очень долгое время. Разве это нельзя назвать явной формой неуважения к ПК-шникам? Причем страдали не только бичи, типа меня с 1660 Супер на борту, но и буржуи с заряженными RTX 2080 Ti, что явно указывало на ужасную оптимизацию и большой хер, который Кок Стар положили на ПК-юзеров. Ситуация была настолько плачевной, что рок-звездам пришлось публично просить прощения у ПК-бояр за такой ужасный старт и в качестве извинений подарить им пончо и провиант. Гуманитарная помощь, так сказать. Мне, как человеку, который купил игру еще и на компьютер, было в два раза больнее за всем этим наблюдать. Ведь мало того, что контента в онлайн не завезли, так еще и оптимизацию заруинили. В последующие месяцы разработчики тщетно пытались реанимировать ПК-версию, а параллельно выкатили обновление Самогонщики, которое позволяло принять на себя новую роль. Чтобы стать самогонщиком, необходимо сначала достичь пятого уровня в роли торговца. Только после этого героя познакомят с Мэгги Файк, которая шарит за алкашку и бизнес в целом. Вместе с ней игрок сможет купить здание и оборудовать его всем необходимым для создания волшебного эликсира. Бонусом вы получите новую цепочку заданий, которые можно проходить с друзьями или одному. И, надо сказать, вышли они достаточно интересными и гармонично вплетены в сюжетную линию. Вам придется всячески продвигать свой бизнес, устранять конкурентов, искать новых клиентов, расширяя сферу влияния, помочь отомстить врагам Мэгги Файк, а так как вы теперь с ней деловые партнеры, ее враги – ваши враги. В конце концов, можно просто чилить с друзьями в собственном баре. Следующую роль фанатам пришлось ждать еще несколько месяцев. На этот раз нам предлагают примерить роль натуралиста. И здесь вышло гораздо интереснее. Игроку предстоит не просто выслеживать и ловить легендарных диких животных, но также сделать довольно сложный моральный выбор. Есть Гарриет Девенпорт, защитница природы, которая жаждет узнать побольше о местной фауне. И вы ей с этим можете помочь. Убивать животных ни в коем случае нельзя. Благодаря снотворным патронам для винтовки вы можете усыпить цель, взять образец и уйти в освояси. За такие манипуляции вы получите в награду уникальные способности. Но есть также Гас Макмиллан, бывший охотник, который щедро вознаграждает за поимку редкого животного. В этом случае цель нужно убить и освежевать. Взамен Гас изготовит для вас высококачественное снаряжение, одежду или аксессуары, имеющие полезные свойства. При этом работать на обе стороны не получится. Вас тут же засекут. Помимо легендарных животных, новых предметов, одежды, оружия, патронов, обновление привнесло в игру еще один режим. В нем вместе с другими игроками предстояло защищать редкое животное от браконьеров. При этом к животному близко подходить нельзя, иначе оно примет вас за угрозу, и тогда будет смерть. Вышло пусть и не особо масштабное, но довольно насыщенное обновление, которое пришлось игрокам по вкусу. Далее почти еженедельно в игру добавляли новых легендарных животных, давали различные бонусы типа удвоенного опыта и прочее. Также обновили одну из ролей, при условии, что у вас есть стандартная лицензия, можно было стать элитным охотником за головами. Что добавляло 10 новых уровней, соответственно, можно дальше накапливать опыт и менять его на доллары и золото в меню бонусов. А конвертированные деньги спускать было на что. Новые варианты оружия, лошадей, костюмов и прочего снаряжения. Естественно, пополнили список легендарных преступников, но самым значимым из них стал Джин Финли, дерзкий грабитель банка. Снова окунуться в роль хэдхантера и ловить ублюдков на пару с другом был, конечно, весело, но все ждали чего-то более масштабного. Но последующие недели не радовали ничем подобным. По классике обновлялись преступники, появлялись бонусы и скидки. Вот только случилось то, чего никто явно не ожидал. Red Dead Online появилась на виртуальных полках магазинов, как полностью самостоятельная игра, причем с очень вкусной скидкой в 75%. От этой новости у меня прикипело знатно, ведь ранее мне пришлось покупать полную версию RDR, в первую очередь ради возможности поиграть в мультиплеер с друзьями, в надежде, что онлайн-режим когда-нибудь починят. И такой подарок судьбы мне бы очень пригодился, случись он раньше, но ничего уже не изменить. Остается только уповать на какое-то весомое обновление. И оно случается. Последнее на данный момент крупное обновление «Кровавые деньги» открывает доступ к серии новых сюжетных заданий. На этот раз нас знакомят с неким Гвидо Мартелли, который является правой рукой всем нам хорошо известного Анджело Бронте. Мотив Мартелли очень простой. Есть банкноты под названием «Капитали», которыми пользовались раньше исключительно члены семьи Бронте в междоусобных сделках. Однако со временем купюры начали попадать в руки не тем людям, а оборот начал расти, что в свою очередь снижало ценность банкнот. Цель игрока также проста. На первый взгляд найти незаконных хранителей бумаг, обеспечить их туши свинцом, а «Капитали» забрать и передать людям Мартелли. За это игрок получает А. Деньги Б. Перспективы Что такое «Перспективы»? Это миссии с основным ограблением, доступ к которому нужно приобрести за эти самые «Капитали». То есть получается так, что мы проходим сначала подготовительные задания, копим нужные банкноты и с помощью них открываем доступ к ограблению. «Перспектив» обещают выпустить три. Первый из них уже доступно. Это ограбление поезда под завязку набитого охраны. Все ради чего? Ради изумруда. На словах звучит просто. Пробраться на поезд, вскрыть сейф, вскрыться с содержимым. А на деле же это пусть и не суперсложная задача, но может действительно занять немало времени, нервов и сил. Пройти вечерком на пару с друзьями – самое то. Интересные, хорошо срежиссированные сюжетные миссии, как глоток воздуха после череды мелких апдейтов, которые фанаты терпели на протяжении полугода. Реиграбельность – наше все. Особенно в РДО, когда новое обновление ждешь по несколько месяцев, бесцельно скитаясь по пустошам. И перепроходить задания, по крайней мере на первых этапах, также весело. Конечно, вместе с миссиями в игру закинули кучу нового визуального контента, начиная от костюмов главных персонажей из одиночной игры, заканчивая прочими скинами на оружие. В ожидании новых перспектив и скровавых денег я опробовал свежевыпущенные обновления, а точнее новый режим к оружию, который добавили в августе 2021-го. В нем нужно отбиваться от волн противников. В роли них выступают NPC, а отбиваться, благо, одному не придется, ведь есть команда как из живых игроков, так и болванчиков типа местных шерифов, которых, в свою очередь, неплохо бы было лечить в перерывах после каждого раунда, чтобы они могли и дальше держать оборону. Ценнее всего, конечно, живые игроки, ведь именно они смогут вас поднять, если враг вас оглушил. Смысл всего действия — выдержать как можно больше волн. Веселое ли это занятие — как всегда да. И как всегда только первый час игры. Резюмируя, какими бы позитивными не были многие изменения в игре, однозначно можно сказать следующее — проблемы не решены. Оптимизация — это очень важный и широкий спектр игры. Производительность на том же ПК ниже Плинтуса. ФПС по-прежнему проседает местами очень жестко, и это хотя бы можно было бы хоть как-то объяснить, если бы графика была хотя бы на уровне консолей, причем уже прошлого поколения. Но графен даже на высоких, повторюсь, на высоких, не на ультрах, выглядит очень слабо. Это опять же сильнее всего заметно в сравнении с версией для той же PS4 Slim. Мыльность текстур кое-как может спасти масштабирование разрешения, но эта функция, если с ней переборщит, поставит на колени даже 30-90. Поэтому тут как бы извините. Я кое-как смог найти баланс между приемлемой картинкой и FPS, но все равно вынужден наблюдать графен ниже консольного. При этом FPS почти такой же — 40-45 кадров в секунду. Контент. Пусть за эти годы выходили годные обновления, те же новые роли типа натуралиста или коллекционера, которые разбавляли однообразный геймплей, чаще всего RDR Online ощущалось какой-то заброшенным. Лишь очень редко череда абсолютно незначительных апдейтов типа новых гонок или видоизмененного режима PvP прерывалась более-менее заметными дополнениями типа тех же ролей. А кровавые деньги — это пусть и хорошее, но единственное масштабное обновление на моей памяти. Что катастрофически плохо. Дисбаланс. Он касается все еще в большей степени экономики. Несмотря на то, что сейчас в игре можно заработать достаточное количество денег, для этого придется пахать как тварь. Все ради чего? Ради очередной новой шляпы или нового вида кобуры? Пока что разработчики не добавили в игру что-то стоящее, на что можно было бы потратить и получить удовольствие от покупки. Типа новых крутых пушек, возможно даже недвижимости, домов и чего угодно. А пока что удовольствуюсь кастомизацией лагеря. Далее дисбаланс касается самого игрового процесса, точнее арсенала оружия. Допустим, даже из самой дешевой винтовки в игре можно легко ваншотить врага. С одной стороны, это помогает новичкам и хоть как-то повышает их шансы в борьбе с высокоуровневыми игроками. Но с другой, лишает мощной мотивации копить и покупать оружие мощнее. Ведь зачем? Оно даже по статистике глобально погоду не поменяет. В общем, как бы я ни любил РДР, даже тот же онлайн-режим, спустя столько времени он не излечил все свои фундаментальные болячки. На данный момент работа над ошибками явно не была проведена. Но я все равно рекомендую ознакомиться с этим проектом. Желательно попозже, когда появятся дополнительные скидки. А заодно и контент. А там, глядишь, и оптимизацию завезут. Ну, а это я уже губу раскатал. Короче, поживем-увидим. А на этом все. Спасибо большое за просмотр. Напишите в комментариях, что вы думаете насчет Red Dead Online. За микрофоном вещал Антон Киреев. Текст написал и смонтировал ролик «Хамроз да Владов». Обязательно подписывайтесь на канал. Шевелите колокольчик и не забывайте присоединяться к нам в ТикТок, на Твиче, Дискорд и в ВК. И, конечно, поставьте лайк. Увидимся на IGM. Субтитры сделал DimaTorzok